Мы рассмотрели ваше резюме, и у нас остался всего один вопрос. А что с вашими руками? Руки у меня золотые, и не важно, откуда они растут. С приходом нового тысячелетия поиск информации стал удобным и простым. Имея под рукой любой гаджет, который может дружить со всемирной паутиной, вы способны узнать, что скрывается внутри того или иного картриджа, диска или кассеты. Ну а что люди имели в 80-х? Да ничего, это людей имела игровая индустрия. Однажды я наткнулся на одну, скажем так, неоднозначную обложку игры для Амиги, и решил посмотреть, что же готовилось на этой кухне. Результатом стали около трех десятков отборной кривизны и наркомании, надежно сохраненных для вас. Так что, если этот выпуск вам понравится, я продолжу. Итак, к делу. В нашей сегодняшней подборке поучаствуют шедевры изобразительного искусства для Commodore 64, Amiga и Amster. Протрите глаза, накапайте себе успокоительного, но только не в глаза, смотрите, так делать не надо. Надкусите шоколадку, понеслось. Начнем для разогрева с умеренно лютого. Номер 10. Dangerous Streets. С виду обложка кажется вполне нормальной, может быть даже крутой. Но есть пара нюансов. Первое. Что делает коренной американец вот этому дяде? Щекочет пятки. И, судя по выражению лица любителя огненной воды, кто-то давно не менял носки. В левой части мы видим Элвиса, а в правой... Давайте поиграем в игру «Не смотри на сиськи». Не смотри. Не смотри. Эть, проиграл. Или нет. Что это? Похоже, автор либо слишком юн, и у него в школе еще не было анатомии человека. Либо кто-то во время уроков, когда рассказывали о молочных железах, за школой распивал боярышник. Что у нее там вылезло? Почки и печень. Сама игра — это унылищий файтинг с очень странными героями. Это вор-домушник из Англии позапрошлого века. Ему еще в руки фомку. А это кто? Трансвистит? И не спрашивайте, что вот это. Номер девять. Зубекс. Вот это я называю калаш. Начнем вот с этого персонажа, стреляющего из оружия с еб... Чей отдачей, о чем свидетельствует его лицо. Походу, он этого не ожидал. Из дула вылетают треугольнички. Это странно. Но и оружие больше похоже на отбойный молоток. Оставим этого джампшута в покое. Дальше у нас идет тетя, которая смотрит в одну сторону, а стреляет в другую. Так, нам в наш межгалактический киберотряд требуется снайпер. Вы вроде бы как претендуете. Садитесь передо мной. Вы мимо стула сели. Ух ты, классно. А кто говорит? Я что-то на вас не могу сфокусироваться. Дальше у нас идет вот этот Годзилла, который по всей видимости делает так. Он такой няшный, что ты будешь последним бессердечным ублюдком, если посмеешь в него стрелять. А вот этот персонаж кого-то мне напоминает. Кого же? Хм. Не могу вспомнить. Сама же игра неплохой шмап с очень странными боссами. Вот посмотрите, такое впечатление, что их сделали из шариков. Номер восемь. Ниндзя, скутер, симулятор. Где-где скутер? Тут же самокат. Можете воскликнуть вы, но на самом деле скутер и переводится как самокат. Сочетание слов. Ниндзя, скутер, симулятор. Вот что убивает. Обложка прям крута. Спасу нет. Чувак в одежде медбрата и туфлях, украденных из боулинг-клуба, напялил на голову балаклаву, в руки взял меч или что это. Вот тут, кстати, нюанс. Такое впечатление, что локоть у него недоразвитый какой-то. И оседлал заряженный самокат, прокатанный по феншую. Вокруг щербатые черепушки и серый ниндзя. Душевная атмосфера. Но! Есть одно но. Вот игра. Тут чувак в красной кепке. Где ниндзя? Где мечи? Он уворачивается от препятствий и удирает от полицейских. Знаете что? Мне кажется, вы кое о чем стали забывать. Вот что я думаю по поводу всего этого трэша. Номер 7. Вика. Да, Вика не вышла ни лицом, ни фигурой. Ладно, давайте серьезно. А что, можно было? Нельзя, но мы постараемся. Это самый плохой косплей викинга, который я видел. По такому принципу я сделал несколько обложек для известных игр. Первое. Зачем они нарисовали ему молот? Взять негде было. Как и шлем. Солому вместо волос, значит, нашли, а шлем нет. Значит, жилетку из собачьей шкуры они нашли, а молоток нормальный нет. Второе. Он что, в кальсонах? Ладно, оставим исподнее. Но почему он в розовых носках? Сука! Носках! Неужто не могли найти ему какие-нибудь сапоги? А что ж, собственно, сама игра? Музыка на титульном экране очень странная. Аж мурашки по телу. Игра, конечно, не топ-игра строя, но вполне себе среднячок, который можно поиграть ради разнообразия. Номер шесть. Крейзи Конг. Да, Конг прям реально крейзи. Но главный персонаж это не он. Вот он. Вы знаете, эта обложка выглядит как агитационный плакат прямиком из СССР. Например. Долой, пьянец, заявим громко. Алкоголь несет белую горячку. Из рабочей гущи выгоним мы пьющих. Есть еще одна мысль, на которую наводят красные пятна на его коже. Уйди, у меня аллергия на обезьянью шерсть. Сперва я подумал, что это царапины. Но сразу отмел эту идею. Судя по лапам Конга, там были бы не царапины, а ошметки плоти. Хотите посмотреть игру? Начнем с того, что по мнению авторов вот тот самый Конг. Напоминает робота из фильма День, когда земля остановилась с 1951 года. И управление крутое. Вверх это право. Может ценители Комодора что-то по этому поводу напишут в комментариях. А вот и оно. Ничего не напоминает? Ага. Интересно, а Большая Н знает об этом? Если да, то где суды? Мы же так привыкли, что Нинтендо судится со всеми. И вот интересный момент. И Данки, и Крэйзи вышли на аркадных автоматах в 1981 году. Так что разговоры о том, кто у кого, мы оставим для любителей этих самых разговоров. Мне нравится вот этот момент, когда он топчется на месте. А, давай-давай-давай, все, я тебя наеб... Обезьяны... И вот этот, когда он... Я вроде бы понимаю, что это молот, но у него отрастает третья нога вместо руки. Ну и смерть прекрасна. Номер 5. Салтан Смейс. Я называю эту обложку «Батя пьяный пришел домой». Саня, где дневник? О-о, пойду в толчок попозже. Саня, мне тут говорят, ты наркоман. А, говорящая Чубака. Ну, или можно так. Твое лицо, когда ты первый раз увидел свою подругу ненакрашенной. Еще меня интересует вопрос, что это за кристалл и откуда он здесь взялся? Нет, мозг, не надо, не делай этого. Странно, несмотря на то, что на обложке фигурирует разозленный вуки, в игре из врагов только призрак. И да, это игра. Вначале вам показывают карту лабиринта, сможете запомнить, хорошо, нет, ничего страшного. В игре вообще нет ничего страшного. Крутитесь вокруг однообразных стен. Но я думаю, любители найдутся. Номер 4. Бимикс Кидс. Кидз. Просто Кидз не круто. Начнем с вот этого персонажа. Я так и не убедил себя в том, что это у него отсекатель дыхания, а не бутылка с жидкостью, которую он держит за горлышко зубами. Ну а теперь перейдем к главному персонажу, а точнее к его взгляду. Так происходит, когда тренер поставил тебе перед стартом не тот укольчик. Саня, очнись, ты просто лежишь на земле и крутишь педали. Саня! Саня? Или не так? Твой взгляд, когда ты познал тайны вселенной. О, Господи! Колесо такое круглое! Или наоборот, познал тлен. А вот теперь серьезно. Тот, кто рисовал, вот что у него было в голове? Он же должен был понимать, что с выражением его лица что-то не то. А может это автопортрет? Игра. Музяка такая драйвовая, с заикающимся чуваком. Ге-ге-ге-ге-ге. Меня опять терзают смутные сомнения. Где-то я это уже видел. Эксайт-байк. Похоже, прям ночи. Номер три. Название впечатляет? Сейчас будет веселее. Вопрос. Кто это рисовал? Школьник-второклассник? Что у них с лицами? Это что, планета, куда ссылает некрасивых мальчиков и девочек? Судя по набору некрасивых девочек больше. А еще вопрос, почему они все седые? Увидели друг друга? Да, с волосяным покровом тут не все так гладко. Вот что у него на голове? Я я сыплю вопросами просто ебанго. Такое впечатление, что волосы у него растут изо лба. Хотя нет, это скорее всего какой-то дешевый парик. Вглядитесь в эти лица. Может быть кто-то увидит в них свои страхи. Или свою бывшую. Неужто экономия на художнике того стоила. А еще по-моему корабль тоже охренел от происходящего. Игра. Это скучная футуристическая адвенчура с определенной долей обнаженки. Я понимаю теперь почему все седые. What now? Make love? Нет, тут подойдет другое. Тебе осталось жить 7 дней. Номер 2. Следермен. Так парни через 5 минут в типографии ждут от нас обложку. Обложку? Обложку! Так эй ты дай дай мне вот эти вот модные журналы скорей. Задник взят из рекламы турфирмы. Вот эта часть похоже крышка которой выпечку накрывает. И к ней присосались слизни по бокам. Вот эта часть сделана из вантуза. А часть лица сморченная и обожженная из рекламы клиники трансплантологии. Вот что можно сделать в тотальный дедлайн при помощи ножниц. В игре все примерно так как на обложке. Вы управляете вот этим персонажем который кидает стрелки в крыс а также вот в этих существ. Я не нашел им название. Номер 1. Боул Рейдер Расхититель шаров Расхититель шары бляд! Я не придираюсь к тому что с его рукой что-то не то. Но почему все пальцы одной длины? И у него такое выражение лица будто кто-то сдох рядом и теперь разлагается на солнце и дико смердит. Что опять за школьное творчество? Почему обложка такая ущербная? Даже в самой игре титульный экран нарисован лучше. Игра это арканоид с замашками на что-то более или менее необычное. Относительно простая но вполне играбельная штука. Вы знаете разглядывая обложку я заподозрил неладное. Странно звучит относительно на нее. Возможно в названии кроется ошибка. Точнее в слове рейдер. Оно написано неправильно. Должно быть райдер. То есть наездник шаров. Как бы странно это не звучало. Тогда я понимаю зачем на заднем плане вот эта сфера. А вот зачем на верхушке пика я даже думать не хочу. Ох уж эти 80-е и ох уж эти художники. Глядя на некоторые обложки думаешь о количестве запрещенных препаратов употребленных теми кто рисовал их. А про некоторых бумагоморателей думаешь сделали ли они уроки перед тем как рисовать картинки. Если хотите продолжения пишите в комментариях. И мазать пальцы.